Друзья, всем привет вам с города Матеевка, Донбасс, как всегда, на связи. Вот оно, оно. Первое видео наше, наше первое видео полноценное после возвращения с города Санкт-Петербург. Потому что, кто знает, кто не знает, последние видео у меня были именно о этом городе, где нам посчастливилось побывать и посмотреть, ну и вам, соответственно, показать этот город. Прекраснейший, замечательный город. Так, всем огромный привет еще раз. Так, сегодня у нас, ну давайте так, будет домашний блог, вроде как, да? Ну, может быть, даже выйдем в город. Вчера прямо в эфире обещал, что сходим куда-нибудь, прогуляемся. Ну, немножко планы изменились, но тем не менее, я не пропадаю, я всегда в эфире. Вот, кстати, чем я вчера занимался, был уставший, уставший, вот, залаживал стенку. Тут у нас, получается, была дырка, дырка-отверстие, не знаю, как правильно. Будем делать ремонт в кухне. То есть, тут очень-очень глобальный ремонт, на ближайшие месяца рассчитан. Начало есть, начало положено, это уже хорошо. С утра уже съездил к родителям, они немножко поехали отдохнуть, но сегодня уже возвращаются. Ну, я так езжу собак, кошечек, кроликов кормить и заодно вот там нарвал клубнити, которая полностью-полностью поспела. Чуть позже я вам покажу замечательный рецепт, легкий, но замечательный рецепт, как с этой клубнити сделать мороженое. Вкусное-вкусное мороженое. В детстве этим мороженым объедался, знаете, очень-очень было вкусно. Такое, вот, когда сейчас я его делаю, то это воспоминание с детства. Да, воспоминание с детства. А тут у нас такой вот, вот он, вот он он. Вот он он, шкодник. Правильно, бойся меня. Сейчас завтракаем и продолжаем. Снова вертолеты летают. Пью чай, читаю комментарии под последними видео. Пытаюсь каждое лайкнуть, прочитать. Ну, не на все не отвечаю, потому что слишком уж их много. Вот один из последних комментариев. Научись говорить, экскурсовод. Вот так вот. Кому-то что-то не понравилось. Ладно, время идет. Надо заниматься делами домашними. Ну, сейчас немножко с вами походим по двору. Покажу, 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 как эти самые дела у нас обстоят. Вот эти ночные фонари недавно буквально повесил. То есть, когда темнеет, то они на движение зажигаются. Виноградник разрастается. И уже, кстати, в этом году у нас будет виноград. Его будет мало, но он будет огурцы, роза, ромашки. Ну, а вот общий огород. Ну, а вот с этой яблоней у нас постоянно, каждый год, какая-то беда. То есть, плоды дает она хорошие, много, но крайне мало дозревают до нормального состояния. В основе своей происходит вот такое вот, видите. То есть, она опадает, чем-то болеет. Надо подлечить. Сейчас туда-сюда, надо будет помидоры подвязывать. Видите, хорошие поврастали. А вместе с помидорами трава ползет. Которую надо, ну, сегодня, наверное, и порву ее. Когда она крупная, легко рвать. А вот такую мелочь. Ну, тоже, в принципе, неплохо лез. Знаете, такой сельский обзор, да? Сельский обзор. Травка, муравка, огородик. Что-что, а трава растет хорошо. Ну, вот еще один. Я вообще три повесил здесь. Чуть дальше. И вот, где я вам показывал. Очень удобно, очень удобно. Как только стемнеет, рядышком проходит, зажигается. 15 секунд горит, потом тухнет. Ну, а заряжается он от солнца. Тут надо бочку наполнить водой, чтобы она прогревалась. А потом уже поливать. Тут должна была быть морковка. Ну, она в этом году что-то совсем почти не вылезла. А тут у нас буйство маков. Тоже сегодня все повырываю. Как-то она все подзаросла. Вот так подзаросло, подзаросло. Ну и серая мышь. Куда ж без нее? Куда я? Туда и он, да? Куда я? Туда и он. Компанести парень. Сейчас посмотрим на картошку. Потому что вчера очень-очень было много колорадского жука. Я попытался собрать. Сейчас посмотрим, насколько это было эффективно. Ну, скажем так, намного меньше, но все равно есть. Надо еще пройтись. Смотрите, что они творят. Вот что они творят. Вот так вот полностью сжирают картошку. Вот один остался. Сидит в наглую и ест. Вот они, аж детей жирнити. Ну, вот столько вот нас картошки. Немного, в том году было больше. Но, как говорится, главное, чтобы был урожай хороший. Серая мышь. Так, в принципе, хочу что? Вот хочу вот огурцы у нас. Хочу вот тут повыбивать гвозди, протянуть нитки и сеткой накрыть. Тут вроде как тенечек. Для огурцов иногда солнце-тень. Это лучше, чем постоянное солнце. Или постоянная тень. Ну, а синий тень. Эти баклажаны немножко не очень видите. Плохо себе чувствуют. У нас каждый ход с ними какая-то беда. Хотя в том году были хорошие. Ну, и тут под деревьями много малины. Она еще, конечно, еще только-только зреет. Но в этом году должно быть ее много. Потому что в том году я ее хорошо обрезал. Сухое убрал. Оставил только самое-самое. Должна быть крупная, много. Ждем. Ну, эту яблоню, как я уже говорил в прошлых видео, надо убирать. Она старенькая уже. Видите, уже какое, так сказать, дупло. Ну, а тут вместо нее будем вечно-вечно вот это хорошее. Хочу ее оставить. Пусть растет себе. Только вот тут газовая труба, конечно, мешает. Такую-то ветку придется обрубать. Да пусть растет большое-большое. Ну, и первый раз в этом году посажали кукурузу. Два рядочка. Надеемся, будет урожай тоже хороший. Вчера все полил. Да. В общем, сейчас идем делать мороженое, как я уже говорил, с клубники. По моему собственному рецепту. Ну, а потом пойдем что-нибудь дальше делать. И что же нам понадобится для этого мороженого, спросите вы. А я вам отвечу. Опа. Нам понадобится... Нам понадобится клубника. Клубника. Нам понадобится молоко. Нам понадобится вилка. И нам понадобится морозилка. Выбираем самые-самые спелые. Их тут достаточно много. Они аж прям бордовые. Потом я помою все это дело. Потому что она еще не мытая. Помою и дальше покажу, что будет делать дальше. Она, конечно, помялась уже. Ну, примерно вот такое вот количество, я думаю, достаточно. Помыл ее. И теперь бросаем в чашку. В кружку. Что у вас там есть. Вообще, рецепт совсем не ситрый. То есть, кто может запоминает. Кто не может, записывает. Ну, а затем берем простую, обычную вилку столовой. И начинаем вот так мять, 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 мять. Ну, и вот такая вот кашица у нас получается. Конечно, все это было можно там сбить блендером, знаете. Но я делаю как вот по старинке. Как вот в детстве я делал. Вот так и делаю сейчас. Вот чем получается клубника спилее, тем, соответственно, больше юшки. И тем оно вкуснее будет. И заливаем сюда молоко. Тут как бы пропорции это не важны. Ну, конечно, лучше, когда больше помяток рубните, чем молоко. Все это размешиваем. Добавляем сахара по вкусу. Ну, добавлять сахара надо побольше, потому что при замораживании куда-то салат вздевается. Добавляем сахара и ставим в морозилку. Ну, и теперь эту красоту мы ставим в морозильник. Буквально на час, на полтора. А быть может и того меньше. Я так люблю, чтобы оно немножко прихватилось. То есть полностью не замораживалось, а немножко прихватилось. Это вкуснятное, невероятное. Так что попробуйте рецепт от меня. Со второй порции происходит все так же самое. Это уже Наташа. Моей любимой жене. Ну, и пока мороженое у нас застывает, так сказать. Хочу фаналик еще сюда вот прицепить. Я думаю, будет нормально он остался. Последний, четвертый. Сейчас мы это и сделаем. Нам все-таки с вами придется немножко прогуляться. По городу Матеевка. Совсем недалеко, рядышком. Но, тем не менее, мы с вами выйдем. Я даже не на велосипеде поеду, а пешком пойду. Ну, чтобы немножко прогуляться специально. Иду по новому пути. Такую дорожку протоптали по полю. Ху, жара, жара. Такая она была шорта одевать, наверное, я не знал. Очень жарко. И буквально, перейдя дорогу, мы с вами попадаем с одного района Матеевки в другой район. И с одного поселка в другой поселок. Как бы, да, можно было весь этот путь проехать на велосипеде. Но я решил пройти пешком. Тут сколько? С километром, может быть, меньше. Тут, как вы видите, все позарастало. Ничего не косится пока. Ну, сейчас такое солнце печет. Сейчас слюпа выгорает. Будет сено вместо травы. Это мы находимся в поселке Путевича. Это я говорю для новых зрителей. Потому что на моем канале достаточно много на данный момент. Поэтому где-то для старых будем повторяться. Улица Кремлевская. 36-я школа нашего города. Совсем недавно по данной улице и по ближайшим улицам была поменена кровля у домов, окна. Так что немножко обновили. Еще, я говорю, если бы еще покрасили, знаете, было бы вообще идеально. Ну, а так вот, когда попадаешь в тенечек, вообще замечательно. Солнце не такое, не такое злое. Хотел, знаете, как мы зимой ждем, да, такого тепла, чтобы аж было хорошо. А когда оно приходит, все, начинается жарко. вот так уж мы устроены. Все нам что-то не так. Да все нам что-то не то. Ну, а вот он и теремок. Строительный магазин. Он не низок, не высок. Теремок. Надо купить резетку и шпагат. Короче, надеемся, что тут все это будет. Немножечко с вами пройдем по улице Южной. Такое вот название прекрасное. Как раз соответствует данной погоде. Улица Южная. Ну, там дойдем до улицы Омской. Там чуть свернем. Чисто так. Неспешным прогулочным шагом. Как видите, у нас вишни уже практически. Да нет, они уже спелые. Прекрасная ягода. Они уже спелые. Даже можно одну оторвать и съесть. Их тоже не обидится. Прямо идеальная форма. Черешня у нас уже отошла. Сейчас начинается вишня, клубника, шалковица. Просто идеальная ягода. Вообще вишни по городу Макеевка много. Как в принципе и шалковица. Вот только вот иду уже уже три дерева встретил шалковица. Ну и как видите, абрикосы поспевают. Уже и абрикосы у нас. В этом году как-то все так быстро спеет. Ну главное, что есть урожай. Это уже большой-большой плюс. Вышли с вами на улицу Донскую. Много раз известно велосипеде не проезжало. И так мы с вами и пешочком гуляли, когда делали обзор большой на поселок Путилича. это так я возвращаюсь домой, просто чтобы не по одной и той же дороге, как мы сюда шли, а чуть-чуть по другим улицам. Ну и заодно заодно посмотрите кто новый зритель на моем канале, как небольшая частичка данного поселка живет. Знаете, дома встречаются разные, вот допустим огромнейший огромнейший дом. Он как бы и не новый и не старый. А те люди, которые ухаживают за своим жильем, которые постоянно ремонтируют, то соответственно можно вообще можно не понять каких годов построить дома. Печально конечно когда встречаешь руины, их по Матеевте тоже немало. История дома ушла, как ее и жители. Это печально, а когда вот видишь что жизнь теперь жизнь идет. улица Шаумяна. Мы ее пройдем. Да, так можно гулять по городу, так с утра вышел и пошел, и пошел. Ну, а мы с вами дойдем на улице Матросова, а там уже будем сворачивать на улицу Кремлевскую. Видите, забор с кустов выглядывает, тут видно что тропинка была, каменная, все заросло, дом заброшен и тут все, полные джунгли. И так бывает, смотришь на какой-то дом и пытаешься сквозь года пройти туда и представить, какой этот дом был тогда, 70-е, 60-е года. И что с ним сейчас произошло? Ну, то есть, видите, люди кусты обрезают и сразу, да, вот, когда вот такое вот встречаешь, обрезанные кусты, видно, что дом или человек, который живет в этом доме, он старается не только, чтобы во дворе было красиво, но и за двором. Дядь, я все-таки погорячился насчет прогулок по такой погоде, прям не могу, вот буквально сколько тут прошел, а иду и сгораю. Это у нас улица Матросово, все тот же поселок Путилича, поселок большой, даже, чтобы обойти его пешком, во многих местах побывать тоже силы нужны. Ну, есть видео, есть видео про это поселок, у меня на канале, кому интересно, заходите, смотрите, контента очень много, и чтобы окончательно не засохнуть, купил Балтику-0 малина, ни разу не брал, хочу просто попробовать, что это такое, ну, знаете, обычный, обычный напиток пенный, но вкусный, вроде как освежать, но это довольно-таки печальное место в нашем городе, опять-таки говорю для новых зрителей, потому что я уверен, что у вас сегодня будет много, это бывшая ПТУ номер 19, где произошла ужасная трагедия, погибло много людей, солдат, тут на столах их личные вещи, которые, я так понимаю, были найдены именно на этой территории, тут я бывал, и не раз, в общем, очень страшно и больно на это смотреть, на самом деле, видите, много юристых ленточек, ну, вот эти вот, вот так как-то все это выглядит, в общем, очень тяжело здесь находиться, видите, касты сгоревшие, тут творился кошмар, вот с бумаг сделаны, так понимаю, с бумаг или с чего, вроде как птица на эту, на березку, на веточке повешали, царство небесное и вечная память убеденным воинам, 23-й год, от жителей поселка Комсомольский, а также Самары и Самарской области и всех неравнодушных людей, как известно, здесь большинство солдат погибло именно с Самары, с города Самара и Самарской области, ну, вот как-то так, друзья, как говорится, никто не забыть, нишка не забыть, ну, что, покидаем Тировский район и через дорогу мы попадаем в район Чербана Гвардейстия, как все просто, правда, а как вы думаете, вообще это полезно или вредно, может быть, надо было лучше минералки обычный взять. Ну, вот так вот мы с вами немножко попутешествовали по улицам города Матеевка. Черешня уже настолько черная, что их еле заметно. Хотя там такие грузди висят. Самый вкус. Но уже, наверное, червивая. И в нашем случае главное то, что все, что надо было, мы купили это шпагат 15 метров, 90 рублей. внешняя розетка 85 рублей. И это тисточка 65 рублей. Пригодится эту старую уже все. Ну, а теперь, как и предполагалось, продолжаем хозяйничать. Будем все, так сказать, скрывать от солнца. и вообще, чтобы было на что им плестись в будущем, когда они подрастут. огурцы будут подрастать, они будут плестись по вот этой вот сетте. Думаю, получилось неплохо. Как вы думаете? Ну, а сейчас старым дедовским способом будем собирать колорадского жука. Так как картошки мало, поэтому я ее не обрызти, а собираю всех этих животных вручную. Тут нас, по сути, в кружке бензин, поэтому, когда их бросаешь, они дружненько задыхаются. Вот. Не будем считать это за живодерство. Ну, что ж, поделать, раз они такие гадостные картошечку нашу съедают подчистую. Ну, вот и все. Красота. Как говорится, две пользы. И картошку спасли, и ужин готов. Сейчас на сковородочку и с маслицом, с огурчиком. Мда. Идем дальше. Сидит, поет. Ну, знаете, смотрите, тучи набегают, как бы дождя не было, было бы неплохо. Ну, знаете, вы буквально эти проводите целый день со мной. Вот, чем я занимаюсь, я вам показываю. Сейчас еще одно дело у нас будет. Не знаю, интересно вам это, не интересно. Ну, так вот, показываю домашнюю жизнь, свою лично. Нам надо будет на летний душ поставить емкость и набрать воды. Потому что жара, и можно уже, так сказать, летним душ купаться. Сейчас это и сделаем. Только нам ее надо будет достать. Я вот здесь заложил. Это жевая. Собоу вытягивать. Ну, надо делать, что делать. Что делать, надо делать. все. в бочку я качаю со скважиной. Видите, какая она идет, когда только включается. а потом чем дальше, тем она будет хуже. Глина, с глиной, с глиной. Ну, пока такая, более-менее чистая. Ну, для полива самая. Для полива самая. Ну, а сам душ я набираю летний. Слышите? Звук вот. Это у нас в погребе водная станция. 500-литровая бочка. Ну, вот с нее набирается сюда. Ну, все. Так, сидим, ждем, пока она берется туда и туда. И, по сути, можно будет отдохнуть. И заодно смонтировать для вас данный ролик, который был снят с утра и до до трех часов. сейчас где-то около трех дня. Ну, чтобы сегодня успеть, чтобы для вас сегодня была премьера, ровно в девять часов вечера, то надо уже монтировать. Знаете, свой дом всегда есть что делать. Всегда. траву я уже завтра порву. Уже завтра серьезно возьмусь за нее. И здесь порвать надо и на том огороде. Вот, а сейчас надо уже отдыхать. Подустал что-то я. Ну, и, чижиха, как же вам не показать этого замечательного пса? Умного пса, да? умного. только не прыгать, ты знаешь, что прыгать нельзя. Ну, практически полное. Ну, что ж, на этом я с вами буду прощаться. прошу прощения, прошу прощения, что так получилось, мы с вами, ну, практически в город сегодня не выходили. Домашние дела, по дому походили. Вы увидели то, чем я занимаюсь сегодня, ну, сегодня, по крайней мере, завтра было чем-то этим заниматься. Ну, 10 числа, 10 июня у нас в любом случае выезд в город, поедем с вами в поселок Красная Звезда. Ни разу мы там не были, я вчера в прямой тюре это говорил, только проездом, а это большой обзорчик будет на этот поселок. Посмотрим, как он живет, думаю, должно быть интересно. Все, всем пока, с вами была Матеевка, Донбасс, как всегда, на связи. До новых встреч, до новых видео. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»